Здравствуйте, друзья! Это подходит к концу этот год, 21-й. Что ж, нечего сказать. Спасибо тем, кто оставался здесь. Удивительно, я в шоке. Бальные ублюдки, кто вообще? Ну ладно, шучу, конечно, спасибо. Это прикольно, удивительно, что кто-то зачем-то сидит здесь, смотрит. Да, в этом году, кстати, 14 ноября был день рождения канала. Я хотел его отметить, но, как всегда, забыл включить записи, расстроился, потом напился. Я лох. Нет, просто не получилось. 8 лет каналу, блядь, 8 лет. Это второй канал. От первой я пароль забыл, но там ничего интересного. Вот пришлось создавать новый. Понимаете? И 8 лет. Что? Что? 9, сколько там? 8 тысяч подписчиков. Нормально, сойдет. 30 стабильных зрителей или 20. В принципе, тоже неплохо. Спасибо и тем, кто остался. Чилит, зачем-то смотрит, интересуется. Это прикольно. Будем... Иногда, может быть, чаще будем стримить. Новый год на дворе. Поздравляю всех, конечно, с праздниками. Для многих, наверное, может быть, Новый год и не является каким-то праздником. Типа, подумаешь, 365-й день закончился. Пф, и че? Дебилы, блядь. Ну, многие так рассуждают. Но для меня нет. Для меня с детства это был прекрасный праздник, когда собиралась там семья или еще что-то такое. Какие-нибудь там мероприятия в школе, в садике. И это было все прикольно. Какие-то сказочные такие моменты. И сейчас Новый год скорее как ностальгия о прошлом. Он не представляет ничего особенного. Но есть память, что когда-то было очень весело и интересно. К сожалению, сейчас я не создал свою жизнь. Как-то по-особенному не сконструировал ее. Потому что многие мои одноклассники или еще какие-то друзья, они уже создают свои семьи. И они вышли из детства, но они... Зато они нашли альтернативу. А я и многие похожие мне не нашли, например, альтернативу выйти из детства. И поэтому мы грустим. Потому что детство-то прошло. Надо было уже начинать новую жизнь. Со своими прелестями. Взрослую. А ты ее не начал. Поэтому ты грустишь. Ну, в общем, в замокнутый круг. Круга нет, в принципе. Есть только шар. Интересно, с каналом как выходит. За столько лет я планировал стать прикольным каким-то летсплеером. Тогда еще, 7 лет назад, когда это все начиналось. Но... Но если вы зайдете на мой старый кит прохождения, то вы увидите там один просмотр на некоторых видео даже, да. Никто вообще даже... Даже просто какой-то залетный челик не заходил туда. Я не понимаю. У меня такое чувство, как будто канал случайно в черный список попал. Я видел много говна на ютубе, но, блядь, сука, почему мое говно не могло подняться чуть-чуть выше? Но иногда поднималось, на самом деле. Так что я лукавлю. Интересно, что я еще хотел сказать. Забыл. Ой, блядь. Таблетки забыл принять. А, нет, вот они. На месте. Не помню, что за таблетки, правда. Надо выпить, может быть, вспомню. День рождения. Ну, день рождения канала тоже забавно. Блядь. Я тоже думал, когда-нибудь буду отмечать в кругу подписчиков. Большого количества. Вот. Не хватает хайпа. Не хватает хайпа, конечно же. Наверное, надо просто взять, что-то сделать. Знаете, что-то сумасшедшее нужно просто сделать. Пойти на Красную площадь и там насрать прямо. На президента. Во время 9 мая. Прям на голову. В костюме голубя. А потом устроить там оргию. Должить это все инстаграм. У-у-у-у-у-у. Хайп это зло. Тем не менее, все равно мы здесь продолжаем смотреть. Какие-то непонятные вещи, которые из меня извергаются. Как и происходит. У меня просто случается бэттрип. В принципе, такой. Ну, гудтрип. Просто трип. У меня случается. Так вот раз. И я начинаю пилить видео. А в основном я выгляжу не так. В основном я вот так выгляжу. Я в анабиозе. Все время я провожу в анабиозе. Может быть, многим это знакомо. Я просто сижу и... Нет, это без... Я говорю это в шутку, конечно. Так, шутя. Но в целом это оно так и есть. То есть ты сидишь вот... Например, я зачастую за компьютером или на работе. Где угодно. Ну там, на улице. А не вот так вот зачастую. Ну просто сижу так. В электричке там вот так. В анабиозе. Потом, например, случается что-то там в голове. Ты так... Снимаешь видео. Потом вроде выкладываешь туда-сюда. Смотришь, думаешь... Блин, а что у меня в голове было в этот момент? Примерно вот в таком роде. Но в целом я бываю в адеквате, когда что-то записываю. Да. Ну что ж. Подведем итоги. Итогов нет. Жизнь идет дальше. Год от года. Все меняется. Жизнь куда-то идет. И она меняется. А я как будто бы не меняюсь. Вот ощущение такое. Когда смотришь на календарь. И куда-то ушли эти последние там 5-6 лет. То понимаешь, что, видимо, ну сам в этом виноват. Потому что время, оно летит. Если ты проводишь жизнь как-то однообразной, не запоминающейся. Соответственно, оно, кажется, ускоряет. Не знаю, может быть, в этом дело. А может быть, это все додумки уже людей, которые тоже рассуждают на тему быстротечности времени. Что ж, тогда давайте я поздравляю вас, в принципе, с праздниками. У кого-то каникулы, у кого-то отпуск. А кто-то будет хуярить. По-любому есть такие соболезны. Хотя, если вы счастливее нас, отдыхающих, тогда завидую. И до новых встреч уже в новом году. Посмотрим, что этот год принесет нам всем всего хорошего и прикольного. Да.